Добрый вечер, друзья! Меня зовут Микс Хок, и это инфовыпуск на канале Континент. Давненько не виделись, но что ж, бывает. Придем к событиям сегодняшнего дня. Итак, что за новости сегодня вызвали у меня, например, особый восторг и особый интерес поделюсь с вами непременно. Ну, и первая наша новость будет касаться, конечно же, президента Трампа и, как ни странно, президента Обама. Поговорим об этом. Некоменческая юридическая группа утверждает, что малоизвестная памятка бывшего президента Барака Обама 2015 года о защите Белого дома от иностранных угроз кибербезопасности может стать ключом к защите Дональда Трампа в его деле о секретных документах. America First Legal, возглавляемая бывшим советником Трампа Стивеном Миллером, 24 января подала запрос по закону о свободе информации в Агентство оборонных и информационных систем Пентагона, чтобы разобраться в президентском комитете по информационным технологиям, который был создан Обамой в марте 2015 года. В конце 2014-го и начале 2015 года хакеры, предположительно, взломали сеть администрации президента. В промежутке между этими событиями Обама создал комитет согласно пресс-релизу America First Legal. Раскрытие этой тайны президентства Обамы важно не только для общественной прозрачности, она имеет четкие последствия для того, могло ли правительство не раскрыть необходимую информацию обвиняемому в рамках своего судебного преследования президента Трампа. И эта информация может существенно повлиять на доказательную базу, на которую опирались при предъявлении обвинений и продолжении расследования. Говорится в заявлении о преследовании бывшего президента. Американский народ заслуживает того, чтобы знать правду, стоящую за этой секретной запиской, и как она была использована. Согласно запросу группы FOIA, Обама назначил директора по информационным технологиям Белого дома и исполнительный персонал комитета, получившего название PITC. Среди членов исполнительного комитета есть директор военного управления Белого дома, входящего в состав Министерства обороны. В меморандуме четко указано, что министр обороны должен назначить технического представителя Белого дома для агентства связи Белого дома. Говорится в запросе, который был сделан в соответствии с законом о свободной информации. В этом меморандуме, говорится, далее требовалось, чтобы все записи, созданные или полученные, хранились в системах Министерства обороны. Меморандум PITC создал юридическую фикцию о том, что хотя записи физически находились в распоряжении Министерства обороны, они подлежали исключительному контролю президента. Трамп не признал, как мы знаем, себя виновным по обвинительному заключению по 37 пунктам, выданному специальным прокурором Министерства юстиции Джеком Смитом в отношении обращения Трампа с секретными документами в его поместье в Мар-Ал-Аго во Флориде. Заменяющее обвинительное заключение привело к еще трем обвинениям, по которым Трамп не признал себя виновным. Первые 32 пункта обвинительного заключения касаются предполагаемого несанкционированного хранения Трампом информации о национальной обороне. В запросе, направленном в связи с законом о распространении информации, говорится так же. Но если соответствующие документы подпадали под действие PITC, то Трамп, согласно меморандуму, имел исключительный контроль над полученными документами, в отличие от ИОП или любой другой части федерального правительства. Меморандум PITC, возможно, устанавливает исключительный контроль над документами, в лице президента. Другие пункты в заменяющем обвинительном заключении обвиняют Трампа в уничтожении записей с намерением нарушить целостность объекта и его доступность для использования в официальном разбирательстве. Однако, если какой-либо соответствующий документ подпадал под действие меморандума, то это не повлияло на его доступность, и он остается во владении федерального правительства Соединенных Штатов, говорится в запросе. Кроме того, чтобы установить, что президент Трамп уничтожил эти записи с намерением ухудшить их доступность, Соединенным Штатам необходимо будет доказать, что президент Трамп считал, что его копии являются единственными существующими. Министерство юстиции на данный момент отказалось комментировать это обращение. Ну, собственно, у нас это не должно вызывать никакого контроля, простите, никаких вопросов. Естественно, они не хотят отвечать на подобные запросы, естественно, они не хотят чувствовать себя в этой ситуации неловко, при том, что неловко это еще, мягко говоря. Перейдем к следующей информации. Давно мы ничего не слышали от прекрасной принцессы левацкого так называемого сопротивления Кори Буш, и вот, наконец, она снова появилась на радарах. Член Палаты представителей Кори Буш, демократ от штата Мизури, во вторник обвинила правые организации, как она это называет, в очередном расследовании ее предполагаемого нецелевого использования средств, в центре которого находится 60 тысяч долларов, которые она заплатила своему нынешнему мужу, Кортне Мериту, за безопасность. В понедельник Министерство юстиции вызвало в суд Палаты представителей для получения документов, касающихся расследования нецелевого использования средств в отношении законодателя-демократа, имя которого в то время не называлось. Буш, которая, как мы помним, является крайне левой группировкой под названием «Скуад», опубликовала заявление рано утром во вторник, в котором заявилось, что она была этим законодателем, а позже в тот же день выступила с коротким заявлением на ступенях Капитолия, перефразируя ранее высказанные тезисы. Я цитирую госпожу, если можно так выразиться, Буш. «В последние месяцы правые организации подали на меня необоснованные жалобы, распространяя слухи о том, что я злоупотребляла средствами предвыборной компании для оплаты услуг личной охраны», повторила Буш в своем заявлении перед камерой. «Это просто неправда. Характер конкретных обвинений был связан с ролью моего мужа в предвыборной компании», – сказала она. «Я наняла своего мужа в качестве члена моей команды безопасности для оказания охранных услуг, потому что у него большой опыт в этой области». Конец цитаты. Ну, собственно, кто бы сомневался, естественно, мы понимаем, что все члены семей левых постоянно обладают исключительными свойствами и познаниями в определенных сферах, за которые именно в этот момент надо заплатить, как правило, крайне завышенные гонорары. Почти год назад Fox News сообщал, что у мэрицы нет лицензии на частную охрану в том округе, представителем которого является Кори Буш, то есть в Сент-Луисе, в штате Миссури или в Вашингтоне, в округе Колумбии. Кроме того, Федеральная избирательная комиссия требует, чтобы выплаты производились членам семьи только за добросовестные услуги, сообщает газета New York Post. Буш отметила несерьезные расследования, которые продолжаются. ссылаясь на комитеты Палаты представителей по этике и теперь по состоянию на уже сегодняшний день Министерством юстиции. Управление по этике Конгресса не нашло нарушений в сентябре и Буш заявил, что ожидает такого же результата от всех предстоящих расследований. Расходы Буш на личную безопасность впервые стали темой общественного обсуждения, когда следствия массовой информации спросили о ее расходах до 700 тысяч долларов на личную безопасность, в то время как она открыто призывала к прекращению финансирования полиции во время бунтов и уничтожения частной собственности в год смерти Джорджа Флойда в 2020 году и после этого. Буш, как обычно, заявляет, что она печется о безопасности всех, ну и к ее личной охране все это не имеет никакого отношения, а полицию действительно надо дефинансировать. Ну, видимо, всем нужно нанять в качестве охранников своих мужей и будет тогда нам всем счастье по замыслу Кори Буш. Тоже, в общем-то, наверное, интересная идея. Надеюсь, Кори Буш поделится, например, со мной своими сотнями тысяч долларов и я тоже смогу нанять свою жену, например, в качестве своего охранника. Это было забавно. Ну и, наконец, напоследок поговорим о генеральном прокуроре штата Техас, который сегодня, естественно, является в центре внимания. Верховный суд Техаса во вторник согласился временно приостановить запланированные показания генпрокурора штата Кена Пактона по иску о разоблачении, который лежал в основе обвинений в импичменте, которые выдвинули против него в 2023 году. Пакстон призывал суд заблокировать его дачу показаний, назначенных на утро четверга. И суд согласился прекратить заседание, перенести заседание, пока не рассмотрит его просьбу по существу. Суд дал адвокатам группы бывших заместителей, подавших в суд на Пакстона, время до 29 февраля, чтобы представить аргументы в том, почему дача показаний должна быть перенесена на более поздний срок. Адвокат бывших заместителей, который имел претензии к генпрокурору Пакстону, отказался от комментариев, ну что, в общем, тоже достаточно характерно. Бывшие заместители утверждают, что они были неправомерно уволены за то, что передали ФБР сведения о том, что Пакстон злоупотреблял своим служебным положением, чтобы защитить друга и спонсора компании, который, в свою очередь, по их словам, помогал генеральному прокурору скрывать внебрачную связь. Эти обвинения были включены в дело об импичменте, которое было выдвинуто против Пакстона в прошлом году. Он был оправдан после судебного разбирательства в Сенате. Однако этот процесс был, по сути, политическим, а не уголовным делом или гражданским иском. В ответ окружной судья штата приказал Пакстону явиться для дачи показаний. Решение суда было принято через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что суд должен встать на сторону Пакстона. Великому Верховному суду Техаса сейчас предстоит сделать большой выбор. Было потрачено достаточно времени и денег, чтобы заставить техасского прокурора Кена Пакстона защитить себя, написал Трамп в соцсети Truth. Он уже был полностью оправдан по делу об импичменте, сказал также президент Трамп. Задержка во вторник – это, по крайней мере, краткосрочная победа Пакстона, которому еще предстоит привести к присяге, чтобы он мог ответить на множество судебных рисков против него. В апреле ему также предстоит судебный процесс по обвинению в мошенничестве в сфере безопасности штата и федеральное уголовное расследование по обвинениям в коррупции. Пакстон не давал показаний на процессе по делу об импичменте. Ну, и надо заметить, что, конечно, именно сейчас, когда штат Техас сражается за свою безопасность, и в этих процессах, конечно же, прокурор Пакстон играет не самую последнюю роль, именно сейчас, так же, как и мы видим в предвыборной гонке президента Трампа, именно сейчас нужно заниматься всеми этими вопросами. Именно сейчас возникает огромное количество обвинений в его адрес. Именно сейчас мы видим столько юридических сложностей. Я, в общем, жду, когда же, наконец, появится подобного рода обвинение в адрес губернатора штата Техас Эбота. Это было бы вполне логичным и вполне естественным завершением этих процессов. Ну что же, друзья, на этом, пожалуй, мы сегодня и закончим наш инфовыпуск. Оставайтесь с континентом, ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на канал. Будем двигаться вместе и делать то, что мы делаем вместе с вами. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok